Всем доброго, дыхого, мыркого дня! Я рада вас видать на своем канале! Девчата, посмотрите, как начинается мое утро. Сейчас раннее утро. И завтра, кстати, уже завтра я уже могу проанонсировать завтрашнее видео. Завтра будет такой интересный ролик. Я думаю, я вас уже заинтриговала. Поэтому дождитесь завтра. А сегодня не менее интересное видео, не менее интригующее, потому что сегодня что? Сегодня среда. А это значит, что сегодня отчетный день в моем бесплатном мотивационном марафоне «Новая версия себя». Поэтому всех своих тростиночек, кто является участником телеграм-канала, вайбера и ватсапа, я приглашаю написать свои результаты за неделю. Девчонки придерживаются кто своего питания, кто моего меню, которое я рекомендую в своем телеграм-канале, и получают результаты. Я уверена, что девчонки уже эти результаты пишут, и мы вместе с вами будем гордиться каждой из вас. На моем канале проходят не только бесплатные марафоны, на моем канале проходят еще и марафоны за донат. И очередной марафон стартует 3 июля. Если вы хотите стать участником такого марафона, пишите в комментариях «хочу в марафон». «Марафон за донат», я сказала. Что еще? Я сброшу вам ссылочку на свой контакт, где мы с вами все обговорим, и 3 июля стартуем к новой версии себя. В этом марафоне, на моем марафоне, с сопровождением вы получите 3 работающих меню, мое плечо, руку, плечо поддержки, и мы вместе с вами будем в течение двух недель улучшать здоровье, менять привычки. Девочки, ну марафоны, я не могу сказать, что это марафоны по питанию 100%. Это мотивационные такие марафоны с сопровождением. Кому не хватает мотивации, кому не хватает волшебного пенделя. Но сегодня, ну и об этом, ну еще, знаете, очень часто спрашивают, Лена, как? Как у тебя? Ой, солнца нету, и такой, знаете, какой-то такой хочется, чтобы картинка была красивая. Сейчас, девочки, я найду красивую картинку. Ну, ой, травка зеленая. Давайте мы вот тут вот с вами на пару минут остановимся, потому что остановимся, остановимся. Вот, садись. Вот, вот, смотрите. Ой, красивая картинка, да? Мне нравится. Меня часто спрашивают, Лен, как ты постройнела? Все-таки, ну как бы, как бы, да? Вы знаете, я вам всегда рассказывала, что для меня самая длинная моя диета, ключевое слово диета, это было полгода. Я сбрасывала до 30 килограммов, но потом обратно вес набирался. И вы меня спрашивали, Лена, как? Что это за чудодейственные таблетки волшебные? Что это за такой метод? Ну, в общем, разные, разные приходят. Кто пишет, что я отрезала желудок, да, сделала резекцию желудка? Ну, в общем, девчата, я очень рада, что у вас такая фантазия. И вы знаете, своим опытом я в очередной раз хочу доказать и показать, что это возможно, и это реально. Потому что, ну, как бы, уже женщина, скажем так, ну, я начала свой путь стройности, когда мне было еще только 46. Мы в это время уже махаем на себя рукой, думаем так, дети есть, муж есть, все, есть уже и внуки есть, и мне этого не надо. Но я хочу сказать, что когда мы с вами, когда я, давайте я буду сейчас рассказывать за свой опыт, возможно, каждая из вас узнает себя. Я это все делаю сейчас, да, и сделала. Не для какой-то эстетики, да, не потому что я хотела быть там 90-60-90, я хотела быть там какой-то модельной внешности, нет. Я это все сделала для улучшения своего здоровья. Я прекрасно понимаю, знаете, наверное, вот этот волшебный пендель, который ищет в моих платных сопровождении в марафонах, и девчата, наверное, вот этого ищет, да, мотивации, мотивации, вот как подтолкнуть себя и начать. Вы знаете, в свое время я когда-то, наверное, я буду вас обманывать, что я сразу же постранила, потому что я захотела улучшить здоровье. Нет, я хотела постранить, потому что мне нужно было сбросить, ну, хотя бы 20 килограмм, планировался очень активный отпуск, и поэтому я решила сбросить 20 килограммов. Но потом, когда я уже постепенно, когда ты вникаешь вот в это все, тогда вот, вы знаете, тогда начинает все идти по маслу. Это очень круто. Окружать себя единомышленниками, окружать себя людьми, которые думают с тобой в одном направлении, да, они так как подружки сидят и говорят, а, ну, тебе надо, там, или муж, а ты, мы тебя, я тебя и такую люблю, да. Нет, нужно себя вот максимально, естественно, этих людей не исключать из своего окружения, если вы их любите, уважаете, но постараться себя окружить вот этой как можно больше информации. И, собственно, метод, да, анонсировала я сегодняшний эфир, метод, это самый лучший метод похудения. Девчонки, когда убирается из нашего подсознания, что это диета, что я буду стройнеть буквально там полгода, да, вот как я на собственном опыте, а потом гори сарай, гори хата, такого не бывает. Нужно переводить все в образ жизни. Что это дает? Что это даст на будущее? Это очень хороший такой фундамент для того, чтобы потом не набирать свой вес. Ну, может быть, там какие-то 3-5 килограммов прилипнут, да, но потом, потом ты понимаешь, что я могу это все дело убрать, и, ну, желательно не жить с такой мыслью, что, ну, пускай они прилипнут. Нет, постепенно переводить свой образ жизни. И, собственно, что это за метод? В моем случае это рациональное сбалансированное питание с элементами интервального голодания. Я ушла полностью от перекусов. Что я сделала для того, чтобы стройнеть, да, для того, чтобы избавиться от ненавистных килограммов? Ну, во-первых, я полностью поменяла свою пищевую корзину. Я максимально вычистила весь свой организм от трэша. О каком трэше я говорю? О простых углеводах, о жирном, о копченом, о жареном, о алкоголе. Алкоголя также нету, не было в моей стройности, пока я шла к своим результатам. Я максимально ушла от перекусов, потому что на каждый перекус, на каждое открытие рта работают гормоны, гормон инсулин. И уже сейчас, когда в этой теме, когда ты понимаешь, что любая пища, точнее, попавшая в организм, а если еще это и простые углеводы, они поднимают инсулин, он очень долго находится в приподнятном состоянии, от чего у нас, естественно, и развивается инсулинорезистентность. Я поняла, что мне нужно сократить перекусы, ну вот прям на нет. И сейчас я нахожусь на трех, четырех, иногда разовом питании. Разовом, трех, четырех разовом питании. Поэтому мне это сейчас очень помогает не сдаваться, потому что я уже выстроила свой режим питания. У меня сейчас пришло к тому, что на протяжении этого времени я проснулась, если раньше я бежала к холодильнику, сейчас у меня этого нету. Я сейчас бегу, бегу, бегу к воде, я выпиваю стакан воды, проходит минут 10, я выпиваю еще один стакан воды, то есть вот эту привычку я ввела в свой режим. И раньше 9 утра я просто не ем, я уже привыкла, мне раньше было очень сложно начать есть в какое-то свое определенное время, которое я выбрала для своего организма. Это было раньше 10 утра, сейчас это 9, у меня три приема пищи, 9, 13 и 17. Мне это очень комфортно, и мне это удобно. Чтобы немножечко подытожить, девчонки, я очень хочу, чтобы вы понимали, что в первую очередь должен быть режим и дисциплина. Не будет режима, не будет дисциплины, ну не будет результата, ну вот как ни крути. В моих марафонах девчонки это все понимают, в моих марафонах девчонки это осознают, и я очень рада, что выходя с марафона, девчата понимают, что будет режим, будет дисциплина, тогда и будет результат. Поэтому очень важно настроить свой режим питания, в первую очередь питание, да, во всей этой стройности 80% это питание и 20% остается на физическую активность, в моем случае начиная со 137 килограммов Так, ну что, здравствуйте, я рада вас приветствовать на своем канале, с вами ваша богиня Лена тут балдеет, короче, в массажном кресле Я для себя выбрала одну из, на тот момент мне показалось лайтовую физическую активность, это просто ходьба, это я просто подняла свою ленивую опу и понесла ее ногами на работу Это был тот маленький шажочек, сейчас, девочки, я прохожу, вот лайтовые, скажем так, вот эти шаги или километры, вот сейчас у меня 7000 шагов, это вот так вот, да, вот сейчас я остановилась с вами просто поговорить, немножечко перевела дыхание, скажем так А так, ходьба на работу, это один из вариантов, у меня работа, у вас, возможно, выход в магазин, элементарно, вынести мусор не в вашем доме, где стоит бак, да, допустим, с мусором, а понести этот мусор в соседний Ну, надо ей сразу же текать, чтобы вас не поймали, не сказали, что ж ты несешь не в свой двор этот мусор Ну, я думаю, вы понимали, понимаете, о чем я говорю, встать на одну остановку раньше, выйти вечером, выгулять митохондрии, это клеточки такие, так, как это делаю я и делают в основном все девчонки, которые присоединяются к моему каналу Так, девчата, ну что, сегодня я немножечко так рассказала об этом методе, если вам что-то непонятно, если вы чего-то не поняли, напишите мне об этом в комментарии, я обязательно запишу очередное видео, возможно, видеоответ, возможно, просто комментарий пропишу, посмотрю, насколько будет ваш комментарий, вопрос, либо это будет развернутый ответ, либо это достаточно двух слов Пишите, задавайте вопросы, это возможно и это реально Ну, а сейчас я хочу с вами поделиться той малой частью, повторяюсь, малой частью тарелочек, на которых стройнеют мои тростиночки И это в бесплатном марафоне, который проходит в телеграм-канале Девчонки, вы посмотрите, я очень благодарна своим девчатам за то, что они так, как сказать правильно, с таким трепетом подходят к своему питанию Смотрите, каждая тарелочка оформлена красиво, оформлена с любовью, и это лишний раз показывает и доказывает, что мы стройнеем без диет, без голода, а в удовольствии и в кайф Вот молодцы, девчонки, вот просто молодцы И, конечно же, вы увидите результаты на таких тарелочках, это не просто бла-бла, а перед вами, как я говорю, вуаля, результат стройности Ну и, конечно же, сейчас покажу вам свой вес и каждую среду, если вам не хватает мотивации, присоединяйтесь к каналу, присоединяйтесь к телеграм-каналу И каждую среду также давайте свои результаты по весу Это очень и очень, вот моих тростиночек в телеграм-канале это очень мотивирует, потому что есть ответственность, есть дисциплина, и с чего-то же надо начинать, девчата Так, сегодня среда, 28 июля, мой отчетный день, неделю назад мой вес был 78,400 Прошла неделя, мой вес 78,900 Прошла неделя, мой вес 78,900